И борьба идет только за деньги Какая неожиданная встреча 1-0 в пользу Хотмяута И теперь мы посмотрим На целое противостояние Монсанто и Хотмяут Монсанто проиграл на Друиде Как мы видим, кем выступал Участник прошедшего чемпионата мира 2016 Мой любимый игрок Олесю потеряли, друзья Но если нас трое в кадре То кто-то должен это все снимать И быть режиссером Но это же очевидно Если вы думали, что студия Starlighter Это огромная контора Которая занимается различными турнирами По разным дисциплинам То это на самом деле не так Мы тоже откроем немножко завесу тайны Это мы сидим в чулане Вот примерно комнатка Возле станции метро Шулявка Шулявка, да В одном То есть вот эти ларьки с шаурмой Между ларьком с шаурмой И аптекой Вот И там вот этот самый ларек Там такой вход в цокольное помещение подвальное И мы работаем, соответственно, по ночам Потому что днем нам тоже это применение Там готовят Нам нужно подрабатывать, естественно, в ларьке с шаурмой А когда он закрывается В том же помещении Да У нас там просто в этой же студии окошко открывается И поэтому, как бы, ну, нехватка людей Да, и Это на самом деле рациональное использование трудовых резервов Конечно, кто-то один комментирует зулок против приста Кто-то соус делает на шаму Все, друзья, честно, да Вот Ну, а у нас дальше В эфире вновь Келесет Разбойник Именно на этой деке Хотмяут убил Друида от Монсанто И, кстати, в пуле-то Воя находится Возможно, мы увидим Энзот Вара, наконец-то Да, но у Монсанто есть Энзот Вара Это хорошая колода Как раз под формат Лас Херостаник Ну, а тут Рога будет пытаться проломить лицо жрецу И на летнем чемпионате это удавалось Но тут Роза ДК А у Кинайка Цох Очень хорошая рука для канадского игрока Ну, мы сегодня видели уже подобное Ну, рука, да, действительно, у Монсанто очень сильная Словил он ключевые карты В своем Розаку с жрецем Ну, и посмотрим, сумеет ли он отбитие натиска разбойника Который тоже словил ключевую карту на старте Килисет делает эту колоду намного сильнее По понятным причинам Но это не равно победа Одну шоверму заверните Друзья, мы откроемся в 9.00 Обязательно приходите И все легко По предварительным заказам и по доставке Быстрой Игорь выспался, а сейчас поедет развозить шавуху Не-не, доставка в короткие сроки от Александра Творыда Почему от Александра Творыда? Потому что короткие Потому что короткие сроки, да? Я понял Каламбурчик, да, небольшой? Окей Или за малое время За малое время И по низким ценам, конечно У нас также действует акция Шаурма и штаны за 40 гривен Да, обязательно Одновременно Так Неплохая карта, кстати Ну, такое Пойдет Кстати, это небольшой каламбурчик Да Уже заказы, кстати, пошли Неплохо, реклама сработала А цены в двери лебедят, да, друзья? Подписывайтесь Меню Меню Расценки И прочие подробности Именно там Холодокровие забирает Монсанто Угадывая Соответственно, карту, которая Была изначально использована в колоде От Мяут Доставка в течение полчаса Или бесплатно Не, мы доставляем Чисто по ветке метро Вот И Только пересекаемся на платформе То есть, можно, если вы едете на метро на работу, допустим Вы прыгаете Там, знаешь Театральный, например Первый вагон из центра, например Да Вы стоите на платформе, ждете там Свой метро И тут подъезжает состав И заказ Какой-то низкий человек из толпы Выпрыгивает Выхватывает ваши деньги Выхватывает деньги Кладет в руки вам непонятный пакет И Бодро улетучивается Испаряется просто в толпе Ну, как испаряется Пытается убежать Так Здесь сразу На четвертый ход с монеты Ну и что же Продолжаем Нагнетать Атмосферу И обстановку Со стороны Ход Мяут Здесь можно вообще жестко разыграть Не знаю Смоленой страж Матрос Южных морей Плюс Холоднокровие И пойти просто Фул фейс Кнопщипач А можно не скуриться С шаурмо А с лебедем С лебедятинкой С лебедятинкой Так Пробафаны у нас существа После келесет Это очень вкусно Для Ход Мяута Пробафаны Существа Под келесетом Ну что же Пятый ход Для Монсанто Вроде и разусы Сыграл Вроде и ДК На месте И есть зачистка В виде У Кенайки Цох Но стол Неприятный А всем Кому нельзя Шаурму У нас Низкокалорийная Шаурма Особая Добавка В соубус От тварины Комплимент От шефа Да И болезнь И болезнь Как рукой Снимает Да И лебедь Шаурме Но это уже Фотографии Ню И это Отдельно Но это точно Только в твиттере У лебедя Да Лебедь Прикрытый Только шаурмой Какая гадость Говоришь что гадость А сам фотографировал Но у нас тут Дальше Подожди Так Игорь же фотограф Игорь фотограф Не надо Игорь где фотки Когда стрим Так ДК Выйдет на восьмой ход Но проблема в том Что этот стол Не заберет Да Маленькая такая Проблемка Ну смотри Есть иогиный концох Мы можем забрать Два существа С игровой доски И быть довольны А можем Выставить Например Жрица Обжору И вытянуть В него Еще два удара Наверное Наверное Кинайк Отсох Все-таки С другой стороны На данный момент Это единственная зачистка Которая есть В руке У Монсанто И Ну как-то Тяжело Расставаться С этими картами И так далее Без карт Он бесполезен И да Окей Выйдет ДК Да Мы там Заберем Еще один стол Добро А что Дальше И вот Пожалуйста Похитительница Трупов Играется В сборке Хотмед Вспоминали Мы Сегодня Уже Про Эту Карту Популярное Не так Давно Решение В Мурлок Паладине Которая Перекочевала В Моднейшую Колоду Роги Есть Такое Дело Сто Процентом Нужно Забирать Весь Стол Определенно Ну Есть На это Ресурсы Даже Ты Сохраняешь Своего Смоленого Стража И смотри На следующий Ход Мы как Не впишем 16 С одной Похитительницы Трупов Просто По лицу Оппонента Я слышал Это больно У меня Хладной Крови И Даже Сайленс Похоже Нужно Отдавать Не знаю Ну Сайленс Отдаем Но 16 Урона Наверное Ты не боишься Все-таки Получить Поскольку Одно Хладных Роги Уже Вышло Самое Забавное Что Жреца Ты отдал Немоту А теперь Ты получаешь Сверху Костя Вот Это тот момент О котором я говорил О том Что Часто Этой Роге Вот я Я видел Как Все Отборы Этой Рогой Шел Ремень Ренман Кто не знает Такой Парень Из России Очень успешный Ладдерный Игрок И Очень часто Килисет Этой Колоде Против Приста Учитывая Что это Анти Прист Колода Играет В минус За счет Того Что он Бафает Того же Стража Бури До пяти Атаки Ну Это Исключительно Для Стража Бури Ну К примеру Смотри Есть карты Типа Смоленого Стража Которые Наоборот Получают Пробав Таким Образом Что Престу Тяжело Бороться С четырьмя Атаками На ходу Оппонента Не Но я имею в виду О том Что вот Конкретно В этой Ситуации Килисет Играет В минус Для Стража Бури Изначально Страж Бури Во времена Когда играли Подобную Мурлок Паладин Это вообще Убийца Жрецов А еще Если игралась Комба С Алхимиком Который Переворачивался Там не было Понятно Воу Воу Что Яд Играет Серьезно Это вместо Ну почему нет Играется же Терниевый клинок Ну да Это вместо Клинка Просто очень Забавная Замена Непопулярная Однозначно Но раньше Яд играли Просто везде И сейчас Ну почему бы и нет То есть это Те же три единицы Урона Я не говорю Что это плохо И активатор серии Какой-то Ну просто скажи мне В какой уроке Я согласен Не ну как это видел Кстати В ладере В каком-то Да не По-моему на турнире И по-моему даже В там пороге Но это точно Непопулярное решение Явно Ну кстати Похитительница трупов Тоже 4-4 Под кельсетом Это сильнее Понятно Ну то есть Не я же не говорю Что клада плохая Или нелогичная Ни в коем случае Я говорю о том Что ну просто Такая странная штука Что иногда Твоя же синергия Играет тебе в минус И вот и все Колода от этого Хуже не становится Ну а теперь кобыла С удовольствием И с радостью выйдет На игровой стол Нужно играть В жреца Обжор Ну да Да Ну его убивает Только ШВД Сайленс ушел Его никак по-другому Не забрать Пинговать в него Это будет миллион лет Нет Я бы играл в жреца Мне тоже кажется Нет Зеледраконьего огня Ну я не знаю Я бы играл Я бы лучше все Бафал в жреца И одно ШВД Тебя за это не наказывает Ну окей Хотмяут В любом случае Тут Уже особого значения Не имеет Как и что он Пробафает Лира не спасет Ну нет Карты за один Которая может Хоть как-то Вытянуть ситуацию Был бы Лира И Сияющая Лем Там можно бы Внадеяться На какие-то Бесконечные Божественные кары Например Ну и судя по всему Это вторая победа Для Хотмяут Да и остается Только воину Монсанто Но Этот вар Может трижды Обыграть Колоды Хотмяут Дорогой Чек В чете Под никнеймом Вурмак Дело в том Что Нельзя и некорректно Сравнивать Классовые легендарные карты И общие легендарные карты Фишка Общие легендарные карты В том что Она может добавить Абсолютно любой класс Как бы странно Это не выглядело И если для паладина Принц Валанар Очень слаб То для роги Это убийственно Классная карта Потому что у нее Нет ни одного таунта У нее нет нормального Лайфстила Поэтому Нельзя Нельзя сравнивать Классовые карты И общие То есть условный Я не знаю Барон Гидон Зачистка на 2 Это отвратительная карта И никто бы ее не играл Но в ЛМ Ну вот например В современной мете Его бы никто не играл Но в ЛМ магии Сейчас он играет потрясающе И если мы там берем Зачистку в виде Барона Гидона Он очень слаб По сравнению В каком-то Локе Потому что у Лока Миллион зачисток Но в условном Старом контроль войне Это была Мастхев карта Которую крафтили все Да или вообще В мете старых Не знаю Мидшаманов Играли не только в КВ Да, да Кстати, да, ты прав В том же Друиде Она играла в свое время То есть Ну просто нельзя Классовые Леги Мерить с общими Классовые Леги Всегда будут сильнее Не будет там Леги наподобие Тириона То есть Если попадается Общая Лега Которая Убер мощная Со временем нерфит Это постигла Доктора Бума Это постигла Сильвана Это постигла Рагнароса И другие Карты Которые играли Во всех колодах Сейчас пожалуй Ну из таких карт Я даже не знаю Что можно назвать Ну вот Келесет Глазастик Ну да Это карты Которые Для определенных Архетипов Все остальное Поуходило уже Играются Почти везде Ну что же Энзот Варот Монсанто Которому нужно Трижды обыграть Все таких Вот мяут Мне интересно На сборку Посмотреть Ну как правило Все американцы Играют на варах Одного человека Есть там такой Парелек В Канаде Сидит Фибоначчи Да Только занимается Он не математикой Не Ну как В какой-то степени В какой-то степени Математика Тут тоже Там 24 или 25 тысяч Побед На варе Побед Это просто Потом вот А ты выставляешь Там вот прям четко Выходит Что у тебя остается Последний заряд Пушки И у тебя на стол Получается за 4 кристаллманы 2 армарсмитки 2 вихря Или там например Смена оружия И вот четко Помещаются Эти 2 кристаллманы На огневичка И пылка И это дает тебе В среднем С двумя армарсмитками На столе Лишних 8-16 брони Слушай Интересно Это очень крутая Штука И Он Вот В этом плане Фибоначчи Конечно гениальный Ты смотришь на какие-то карты Они кажутся Порой ну просто Бредом А потом Вот уже начинаешь Играть И доходишь До вот этих моментов Очень интересная Замена Так А вот и грязная крыса Ну вот Игорь нам подсказывает Что 24к было 2-3 месяца назад Но когда ввели собственно Количество побед Раньше же было видно Только там по-моему До 500 Да? Или до 1000 Нет До 500 До 500 Ну просто когда Золотого героя получаешь На этом все Глазастик Ванклиф Погибает У меня еще доспех Лучше из брони Так У нас пробито лицо Это здорово Потому что теперь Мы можем добирать броню Легкий шилд слэм Можно сыграть Пока есть Та самая броня Но нет Мы будем играть Через пушку И раскручивать Акалита И соответственно Через служителя боли И удар клинками Добирать Эдвина в Ванклиф Крутить Акалита Всегда круто Размен с Эдвином Ванклифом Арморсмитка Про которую шла речь Ну а здесь Келесет Для хотмяут Пятому ходу Пошли споры Пошли споры Насчет четворок Не знаю Мне больше тоже Валанар нравится Например Нежели Ксарил Да не Ксарил По моему Вообще Карта Которая Переоцененная Очень жестко Ну тут с тобой Не соглашусь Но Вот условно Если сравнивать Две этих карты А стоп Ксарил Ксарил Все Я его перепутал С этим 5-3 Который возвращается На стол Как его зовут Халазил Не Халазил Я понял О чем ты С растением Да растение Тоже Роговское Ксарил Дает Токсины Широзин Широзин Да Вот я его с Широзином Перепутал Широзин Как по мне Точно переоцененная Карта Которая играет Исключительно В контрольмете Причем Убертяжелый Контрольмете Не Ну Широзин Раньше был неплох Вот когда был Та самая Садовник Рога Он же реально Хорошо играл Ну вот Не всегда Сейчас Понятное дело Что уже Не те времена Ну это все Опять же Условно На вкус и цвет Так Еще один Служитель воли Нет Все таки Детеныш Дикорога Злорист Нет времени На келесета До восьмого Хода Дожить Чтоб ДК Надеть До восьмого Хода Еще два Рука Мертвеца Традиционно Играется Одна Копь этого Заклинания В колоде Под аназотом Что Крутанемся Может Вкрутанемся Шилслам Нужно похительницу Трупов добивать У нее как раз Будет Одна единица Здравия Да Служитель боли Мастер брони Удар Кровавым клинком После Вихр Как предсмертные Хрипушки И Мощный удар Щитом Забирает Плохие Традиционно Ход переходит Ход мят Можно разыграть Ну не знаю Стража бурь Или кобылу Все таки Ну и желательно Со столом Размениться Даже вообще будет Что то Третье Это келесет Потому что потом Его просто не сыграешь Уже Да Точнее это будет Не так сильно Чем раньше ты играешь Принца Тем Больше Вэлью В итоге Боевая ярость Вторая копия Дома Спыла Сейчас бы уже Не знаю Потасовку Видеть Хотя этот стол Не достоин Потасовки Даже если она была Не знаю На следующем ходу Уже можно будет Сыграть ДК Возможно Сейчас Детеныш Дикорога Пойдет в бой Плюс просто Армарад Наверное Крыса Крым Хорошее существо Для Монсанто Везет Да Что вытаскивает Именно кобылу Просто если был бы Страж Бурь Было бы наоборот Все было бы очень печально Сейчас для Монсанто Но он Как ты считаешь Насколько оправдана Крыса Мне не нравится Мне тоже Я бы играл просто Детеныша Плюс Армарад Но Монсанто Прочувствовал момент И ему повезло Он рискует Он понимает Что он позади Пытается рискнуть Дальше продолжает Включать Бурное обсуждение Валанар Тем временем 12 дней Здоровья У Монсанто Друзья Халфайры Сейчас даже Редко играют В контроль Варлок Не заменяются Дефайлами Ниже осквернения Абисалами Круговертью А корм Рыбам Активации нет Как-то Все печально Для игроков Канады Мне кажется Что Монсанто Зажал Баттлрейджи И не отдал их раньше А там не было Ситуации Когда можно было Их сыграть Можно было просто Играть в темп На второй Когда тебе пробили лицо На второй На третий Просто по одной карте Добирать Играем ДК Бьем по Агенту Шоу Я думаю Естественно Ты забираешь Получается Трех существ Из живых Остается только Командир Авангарда Ну и что Стражбурь Или все-таки Кобальтовый губитель Ну зависит Во что Ты веришь Там в руке И от какой Карты Ты хочешь Отыгрывать От казни Тогда Губитель От Накором рыбам Тогда Стражбурь Но тут Все равно Мы видим Что есть То и то Как по мне Правильнее По столу Сейчас будет Стражбурь Он сильнее Вообще Ничего Как вам Такой ход Михаил То есть Оригинальное Решение Считает Что пока Достаточно Одного Командира Авангарда Мне кажется Все-таки Стоило Вторую Поставить Потасовки Возможно Играет Потасовка Одна В колоде Или их нет Вообще Есть и такие Сборки Спотасовки Да Где вообще Прям делают Из этого Там по поводу От Титана По-моему Или от Навиуд Или от Титана От кого-то из них Как раз уже Там Легу добрал И сейчас бегаю Фаннись На всяких Контроль войнах И там Есть одна сборка Вообще Там Вот Или Навиуд Или Титан Кто-то из них Сейчас зашел В топ-50 Легенды Вообще На КВ Вот прям Воронги Дон И Зера Аликс Гром Никакого Энзота Да-да-да Забавно Колода Мне она понравилась Там Кому интересно Я могу Потом завтра Сделать пост Выкинуть Эти колоды Некоторые Из них Неплохо Идут Но тут Казнь И потихоньку Контроль войн Будет возвращаться В эту партию А может Вихрь Казнь Но Вихрь Казнь Мы потратили Четыре Кристалломаны И поставили Бесплатно Матриарха Ну Только Матриарха Мы играем Вначале Ну Матриарха Мы играем Вначале Правильно Он делает Нет Потому что Так ты Добираешь С батлрейджа Сразу С матриарха На следующий ход Карту А ты имеешь ввиду Наоборот Ранить Матриарха Конечно Ну На эндзот войне Всегда нужно Вначале Ранить Своё существо Чтобы на следующий ход В случае чего Ты мог Вначале Дровнуться Ну Он считает Что он И не тратить Два кристалломана Он ранит На следующем ходу Если нужно Так а просто Смысл Если ты это можешь Сделать на этом Ну Больше ХП останется В итоге Так какая Ранница Рога Если его будет Сжирать То будет Сжирать Злолистом Нет карты Там с 8 атаки Которая может Его потенциально Забрать И там Какие-то Два потрошения Влететь Ну Окей Монсанто В любом случае Игрок опытный Ну Вот Сейчас Например Выживет Матриарх После Размена С Смоляным Стражем Да Но так Ты вначале Мог бы Сейчас Поражать Батл Рейдж Например И что-то Добрать Не знаю Например Крыса Потасовка Ну Любые комбинации Какие хочешь Ну В любом случае Монсанто сыграл От того Что будет Крутить Ромарсмит На следующий ход И Это тоже Выглядит Более чем Логично И Батл Рейс Сейчас будет На 3 карты Вордолаг Попадает В руку Эта карта Понадобится В игре Против Друида Если это Все-таки Джей Друид А не Биг Друид И вот он Огневичок Да это Фимоначо Сборка Вспоминали мы Про этого Красноголового Паренька Зелье Взрыв Кристалла Дорогие друзья Не играется Уже в турнирном Хардсоне Наверное В то время Как ушел Рено Варлок Ты помнишь Зелезрыв Кристалла Александр В последнее время После Рено Лока Вот я тоже Ни одного Не помню Хотя как-то Тоже залетало В турнирной игре Разочек В таких вот Когда экспериментировали С современными Контроль Варлоками Ну кстати Потихоньку Помаленьку Аварта Выкарабкивается Классика Жанра Ну и все Тут уже Дави Не дави На Роги Но это уже Не продавить Все Там уже Пушка Тут накорм Рыбам Есть потенциальный Добор Есть провокация Даже если Привет злолист Нам бы нечем Активировать Пламенеющий доспех Там приходит Анзот И это Окончание партии Еще больше брони Еще больше брони Именно что Хотмед сам уже Прекрасно понимает Что здесь уже Ничего не светит И морально уже Готовится к следующей Партии Не В хайлендер Локи Можно играть Или взрыв кристалла Не Ну понятно Но Этот лок Не популярен Это так же Как там Солия Она играет В хайлендер Маги Но хайлендер Маги Там попадается Один на сто И то хорошо Если один на сто Магов Это Хайлендер Ну за последнее время Можно вспомнить Тома Который играл На отборах Как раз На хайлендер Варлоки А на летнем чемпионате На хайлендер Маги Ну так же Можно Сказать Что Тому Можно было брать Хоть четыре колоды Из первых дропов Потому что Ему вообще было плевать Как он играет Летий чемпионат Не ну Не ну я условно говорю Он играл Во первых За деньги За престиж Во вторых Ну это же просто Не какие-то Рандомные колоды По фанчику А сильные колоды Которые приносили Результат В умелых руках Что же 1-2 Начало Камбэка Для Монсанто Он остается На своем Воине Хоть мяут Выбирает Одну из оставшихся Калод Это Друид В случае поражения Назушки Нужно будет тащить Так Итого Я могу Уже могу рассказать Результаты Сегодняшнего дня Феном Без поражений Айк Без поражений Шуб Без поражений Капья Без поражений Рости Без поражений Джасаян Чаки Пошли со счетом 5-1 Хоть мяут Монсанто Присоединятся к ним Со счетом 5-1 И Сюда же Залетает Из известных Мази А также Тибз Которая выиграла У нас в последней Гру против Райси К ним же присоединяются Доктор Джики Нинки И Сайдония Дальше уже Пошли ребята С двумя поражениями Открывает этот список Астрагейшн Из известных Туда еще Улетает Деми Год И Все остальные Это уже Три луза и более Соответственно Шансов на проход Дальше уже нет И К сожалению Амнизиак И Импакт 3-3 А это значит Что это все Жаль Что мы видим Этих ребят Завтра Скорее всего Гриншип Тоже 3-3 Но он еще Остался играть Формально Но там уже Шансов нет Он с 2-3 Даже остался Играть Ну наверное Летел из Британии Уже как-то Хотелось Проводить свои силы Кстати Что забавно Гриншип Играл против Хауки Это еще одна Представительница Прекрасного пола Уже знакомый Никнейм Да Знакомый Никнейм Согласен С тобой Можно загуглить Возможно Какой-то Стример Англоязычный А возможно Кстати Это комментатор Так Здесь тем временем Погиб уже А нет Есть игрок Мужского пола Но у него Никнейм Пишется по-другому Грек Только он Хаукей Ну Ну я понял Написание Да-да-да Написание другое Там у девушки Ник пишется Не так Ну окей Никто кроме Типс не нужен Все Мы нашли Нашли нашего Фаворита Да Нашу богиню Будем болеть за нее На этом турнире Утеныш Дикорога Скажетель более Разменяется С големом 1-1 Шестой ход Для Малфуриона Ну что Время для Ай Черный Боже Там в лузерах Есть человек С лайнапом Хантер Паладин Варлок Вот это жесть Ну а игра Лайнапа Почему нет Забавно Агра Лайнап Ну и Рога Наверное Там последняя Паладин Варлок Тебя не смущает Я думаю Ну как бы Хант Хант Знаешь Странно Не видеть Там Жреца Рогу И все эти Метовые Выборы То есть Обычно Какую-то Одну Такую Ситуативную Колоду Добавляют А тут Прям Все Ну да Ладно Болтовня Болтовней Тут Будет пытаться Комбетить Монсанто Есть у нее Для этого Все шансы Колода Очень хорошая Красивая Очень вариативная Уходит в размеры Крутит Батл Рейдж Добираются Три Карты Вармар Смит Комощный Удар Щитом Нет Вурдалака Если пройдет Вурдалак В первых Десяти Это легкий Матчап Для вара Вообще легкий Там Джейды 8-8 Они забиваются Как Как хочешь Там вообще Нет шансов Бедруля Если Успеет Поставить Хотя бы Двух Джейдов То есть Довести До 10-10 Тогда Обычно Уже Вар Не успевает Тогда Уже Обычно Без шансов Для воина Махурен Пагубный К седьмому Ходу Для хотмяу Да Он кстати Тут тоже Круто Тащит Хочется Да Не работает Не работает Это все Без полезные Картонки Сколько карт Осталось Одного и второго Игрокам Интересно Что Там собаки Подписка Одна на Dreamhack HSRU То есть Вероятнее всего Это на самом деле Какой-то Именитый Человек Который Постеснялся Заходить Под своим Реальным Который Постеснял Заходить Под своим Именем И зашел Порофлить С другого Аккаунта Опасающего Всем Это например Известный Горок из Казахстана К примеру Да Или Олеся Не смешно Иди спать Олеся Тебе завтра Кавитин Что случилось Ну что за Бред Или Игорь Там лежит Или Игорь Да Я сплю Да И тихонечко Оп В общем Все понятно Тем временем Уже ДК В деле Так Ну Ловни еще Доспех Прокруточка Две карты Добора Да где Вурдалак Да где же Он Приди Ну Приди Ну Давай 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 Нет Вурдалак Нету Закончились Вурдалаки Закончились Заходите Завтра Но Завтра Монсанто Уже Не поможет Ему Надо Сегодня Здесь И Сейчас Сию Минуту Плохо Все Для Вара Ну и плохо Потому что Не заходит Одна Единственная Но ключевая Карта И ее Не хватает Без нее Шансов на победу У тебя просто Не будет Ну Зависит от того Сколько сейчас Продровывает Джейдов И Как быстро Начнет Ставить Именно Идолы То есть Те Джейды Которые Не выйдут После Вурдалака Соответственно Вот Сейчас Мы Это И узнаем Ну А пока Что Забытый Король Вместе С Нефальтовым Чудищем И Способностью Мафуриона Пагубного В атаку Так Это Дикорог Матриарх По прежнему Не он Не Вурдалак Ну Хорошо Надо Играть Крыса По тасовкам Надеяться Что мы Достанем Какого-то Джейда Нет Будем Дороваться Дальше Что Тоже Логично Вполне Нам Хватает На Калит Способность Героя И Можно Даже Сюда Не Казнь Отдать А Можно Сменить Пушку И вообще Максимально Добрать И отдать Шулдслам Да Это Крутой Ход Не Не Так Зачем Ты Меняешь Пушку Спокойно Алло Ты Бьешь По Таунту Тихо Монсанто Монсанто Дружить Поздно Поздно Ладно Будем Добирать Еще Броню Как Скаж Клок Слыш Ну Что Ну Что Что Брониту Накрутил Он Сейчас Десятку Кидает У него Сгорает Два Иду Почему Монету Не Выкинуть Смотри Сейчас Два Идола Горит Нет Эх А было бы Неплохо Я Сильно Палевно Болею Забара Ну Так Почему Монету Сразу Не Выкинуть Он Прочитал Что У него Сгорит Ползучая Чума А не Что Более Полезное Уже Дэд Хот Мяут Это Скилл Скиллуха Поперла Ну Наконец То Очередной Дикорог Дикорог Стоун Какой-то Сегодня Еще Одну Диночку Добираем Я Зами Дива Ну То Тебе Некуда Спешить Какая разница Когда выкинуть монету Одна карта Все равно Сгорит Не, ну формально Так и есть Но Почему не Сделать это Сразу Потому что Так ты еще С монеты Можешь Сыграть Идол Да На самом деле Это Правильно Отход Мяут Ну Смотри Так ты Сейчас Монеты Можешь Сыграть Идол А так Тебе Монета Приходит И ты Точно Бесполезно Реализовываешь Мону Он не играл Знак Лотоса Так потому что Ты выкидаешь монету И карта Стопдека Не сгорит Могично Ну да Все правильно Все нормально Сделал Это нас уже Плавит Да Друзья Спасибо Что немного Помогаете Уже Сутреца Ну да Аидол Надо ставить Побыстрее Пока не пришел Да Да Он Поэтому На него И играл Продолжаем Шагать В лицо Один Не может найти Вурдалака Второй Не может найти Цветок Пойдет Опа Старый Добрый Хранитель Чаще Крамбарчик Взбивается Армор Постепенно И Что же Пришло Вот он Молодой Упырь Красивый И он вовремя Несмотря на то Что как бы Долго ждем Ни одного Идола Не было Подъезжает Вот только Пробавчики Да Вышли Тоже Незадача Хотелось бы Их Сжечь Ставь Ставь Точно Ставь Умоляю тебя Не держи Не держи В себе Отпусти Это Ну не поставят Следующий Топдек Для Хотмяут 100% Будет Не фарит Крыса Удар в лицо Потом Шестерка И Накорм Ну-ка Не в лицо Надо бить А волк Это что за Покемон Что за Человек Что за Человек Что за Человек Что за Что это Что Монсанто Ааааа Бои глаза Что ты сделал Вообще Почему так Это же можно было Сделать менее Затратно Еще и С крысой Ой Монсанто По-моему Передумал сам себя. Он вначале все правильно хотел сделать, а потом как-то поплыл минимально. Ладно. Такое бывает. Так. Накорм рыбам. Считай, еще есть 2G, да, правильно? Ну, давай еще раз перечитаем. Возможно, я безумен. Не, я безумен, конечно, но, возможно, с этой лица я еще безумнее. Смотри, 2 цветка, 2 духа, а я 6, плюс 2 чудища. 8G-дов. Правильно? Правильно. G-ды максимум 8-8. Но это не так страшно. Точно. Не так страшно. Еще осталось потенциально 2 нефрита. Он стоял хоть 1-1-1? Нет. Ая выходила? Ая выходила? Ая, по-моему, была. Если не ошибаюсь. Да. Не, крысу потасовку нужно играть на дальнейшие G-ды. Пока ты можешь забрать G-ды мелкими раскрутками, должно быть. В этой партии уже все плывет. Идол точно не был сыгран в этой партии. Идол точно не был сыгран, да. Это я тоже согласен. Но, соответственно, если G-ды 7-7, значит, а я уже была. Все логично. И там остался 1-1 какое-то существо или там дух или что-то из этого. Так, там уже пошла анимация потасовки сверху. Он видит, что в анимации потасовки идет? Ну, вот там выше. Доски, там уже шла анимация потасовки. Ну, это такой рассинхрон двух экранов забавный. Сколько по времени идет трансляция? Ну, 11 часов 15 минут. Да, 11 часов 15 минут, но мы менялись. Так что не все страшно. Не все так страшно, друзья. Мы не жалуемся, поверьте. Когда мы комментировали Америку по 14, по 15 часов, это было намного страшнее. Да ладно, на Изи вообще тащили. На Изи вообще. Были времена. Это вы? Молодежь, не помните. Хоп, пошла потасовочка. Давай, крыса, живи. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, крыса вылетает, остается в живых. Слизь, но тоже устраивает. Монсанто, слабое существо. Все круто, пламенеющий доспех, заканчиваются карты. Иголов нет. Лода закончится. Причем закончится она очень скоро. Все это последний нефиг. Последний джейд. Если находит на него ответ, то это победа. Так, здесь у нас блок, щиток. Шилд блок. Шилд блок. Шилд, слабое существо. Вот и взор. И взор. ГГ. Это решающее. Все правильно он сделал, нет. Предыдущий ход был плохой. Когда он раскидывал зачистки в... Когда он раскидывал зачистки при медиве на столе, это был плохой ход. 100%. Там было два хода лучше. Там можно было сыграть через обилку казни, сделать то же самое. Это было раз возможно и засевить две карты. Даже если сыграть так, как сыграл Монсанто, можно было получить меньше урона в лицо, ударив не в 5-5. Плохой был ход от Монсанто в любом случае. Если ты играешь через вихрь, тебе не нужно бить по 5-5, потому что ты и так, и так это подбиваешь под накором рыбам, поэтому ты мог ударить в лицо, один раз проехать перед смертным хрипом оружие, один раз проехать в Эрлд Виндом и только потом сыграть накором рыбам. Последняя карта в колоде игрока из Канады, рука мертвеца. Но нельзя замешивать. Надо спокойно ставить Энзота и заканчивать игру. Ну, последняя карта, да. Ну, тебе просто не нужен этот еще один Энзот. У тебя и так будет два детеныша, тебе этого хватает с головой, ты убиваешь своего оппонента на следующий ход. 2-2. И мы видим, что Энзот воин, постепенно возвращает в игру Монсанто. Очень хорошая колода для Ласт Хиростайдинг. Вот Энзот воин и Зоо Лок. Мне сейчас очень нравится Ласт Хиростайдинг. Ну, и, судя по всему, мы как раз встречу двух этих архетипов увидим. Ну, мы не знаем, какой Лок. Возможно, контроль. Я уверен, что это будет Зушка от Хотмяут. Вопрос в редакции, но это не так важно, я думаю. Против Энзот Вара. Ну, здесь ставка моя на Монсанто. Хотя Зушка тоже может, если будет классный старт. Ну, этот воин явно не так хорошо играет с Агрой, как делал старый КВ, потому что тут, в принципе, уже и секиры нет, тут и зачисток гораздо меньше. Да и Зушка другой, на самом-то деле, тоже играется. Я бы вообще в целом матчапе, ну, вот в целом в этом матчапе оставил бы на Зушку. Даже так. Ну, вот у меня, ну, я сейчас много играю на КВ, как я уже говорил, вот один из самых, наверное, неприятных оппонентов, это именно Зоолок. Вот Зоолок, Темпомаг, вот именно такие, знаешь, колоды, у которых нет вот, ну, ярко выраженной игры, вот именно из мелочевки, у которых мелкие, мелкое здоровье, которое ты там один раз прокрутил вихрем или взял пушку и расчистил на подобии Рогги. А вот такие именно существа пожирнее, вот на подобии Зоолока, темпомага намного неприятнее. То есть, с Монозмеем ты ничего не можешь делать на первый ход, ты на него сидишь, смотришь. Ну, понятно. Посмотрим. Рука Монсанто не очень хорошая. Рука Монсанто, я бы сказал, очень крутая. Смотри, есть два на корм рыбам и есть пушка. Это и есть та самая ранняя игра. А что ты хочешь видеть, кроме них? Мастерицу брони? Две пушки и два на корм рыбам, это вообще бонфиш. Формально, да, это куча зачисток. Так, а тебе больше ничего не надо, в лейте ты его и так вынесешь. Тебе нужно просто раннюю игру как-то дотащить. Плюс-минус и все. Сейчас с Монетой мы играем пушку, разбиваем для того, чтобы опередить распределитель кристаллов. А крысы еще есть. Не, хорошая, хорошая рука. Еще одна казнь есть под Думгвардом. Можно, кстати, знаешь, что вообще сделать? Взять и не бить. Скорее всего, так и будет делать. Или убить Беса Малтезара, чтобы сыграть возможного Дискарда. Можно и так. Но с другой стороны, что ты будешь Дискардить на четвертом ходу? Монета у тебя была на руках, то есть ты не увидишь даже огненный бес. Ты не увидишь Стража Ужаса прямо сейчас. То есть Бес Малтезара тебя не пугает. Распорядитель кристаллов на один юнит. Ну, это хотя бы 5-4, он не умирает от оружия. Ой, кстати, Немси мы не обратили внимание, там новый скил. Чернокнижник. Ну, как мини. So sweet. Хотите, Михаил, побыстрее себе заполучить? Очень. На контроль Варлока. Мечта. Так, вот он рунный упырь. Я бы через крысу играл. Может, ты хотя бы оружием ударишь? Если ты хочешь свапать пушки. Да, ну, ерунда какая. Монсандо, соберись. Ну, идеальная рука. Что? Что? Он не ударил, сменил пушку. Почему? Так, ой, все. С патаньки хочет. Он сменил пушку в расчете на то, что он сейчас сыграет на корм рыбам или казнь. Ну, это безумие. Это вообще не вэлью. Абсолютно. Это не имеет никакого смысла. Ну, то есть, теперь он должен этим ходом бить, чтобы реализовывать. У тебя в колоде всего два топора. Больше нет ни одной пушки. Ничего не играется уже. Ни там вой, ни огненная секира. Вообще ничего. Монсанто, ну соберись, ну ты же хороший игрок. Я думаю, что если он готовился вместе с Фибоначчи, а судя по тому, что это вар Фибоначчи, думаю, что они как минимум списывались. Я думаю, там Фибоначчи сейчас так полыхает. Не, ну слушай, ну почему? То есть, он сейчас играет Акалита, добирает карту, отдаёт казнь и забирает, по сути, ну, очень сильный юнит в виде гадкого натрезима. Так окей, но у тебя в руках всего два оружия. Как ты теперь больше реализовывать на корм рыбам? Я понимаю твою логику, твоё недовольство. Ну, не знаю, надежды добирать, не знаю, вихрь тоже. Наживать до ДК, который также придёт. Сжёг два с Волфаера и два вихря. Вместо того, чтобы отдавать на корм рыбам, принимать это всё дело лицом и сейчас... И он бы сохранил казнь. И бесполезная на корм рыбам, и казнь, которую ты отдал. Боже, Монсанто, Ладно, в предыдущей игре и позапрошлой игры это были мелкие моменты. Но тут это вообще провал. Не реализовать такой старт против Зоулока. У тебя была потасовка, у тебя было два на корм рыбам, две пушки, у тебя было вообще всё. Крыса, который ты мог вытащить, любое из тяжелых существ, его казнить или его уничтожить через на корм рыбам. Дальше ставить вурдалака для того, чтобы сжечь себе два Варлоку и Шилд Слем. в ответ чтобы сжечь варлоку два бесполезных soul fire а утреннее горение утреннее горение залог хорошего настроения на протяжении всего дня да что-то пошло не так причем я бы не сказал что у варлока была хорошая рука даже и близко да нет абсолютно я ну с другой стороны он еще не проиграл близко конечно к этому проиграл это оказалось проиграл тирана кероса вместе с ход мяу 32 победитель у нас из сша я правда все таки вспомнил считать что дело в шести раундах швейцарского что да ребята игра видно что он там засыпает практически ну потому что мансанта хороший игрок мы уже не один неоднократно видели и я более чем верен что ну просто 12-часовой день на него так повлиял потому что на этом варе он умеет играть если он прошел всю турнирную сетку без поражений ну а судя вообще по внешнему виду игроков такое чувство что ход мяу проиграл и он ошибался как-то ну вот он выглядел таким образом ребят уже просто очень устали на это да ну изнурительный марафон тем круче победа на подобных дримхаках поскольку ты ну реально проходишь мясорубку и доказать свое преимущество над таким количеством очень сильных игроков в таком марафоне это всегда очень достойно у нас есть тоже люди которые палят марафона я думаю что денис может подключиться к этому да ладно уже надо мне кажется или на последок на последок надо денис денис может тоже сам вот вот он друзья марафон шесть раунд и не выключай вот и закончился шестой раунд швейцарки дорогие друзья мальчишки и девчонки студия star ladder в лице игоря бороды желает вам доброго утречка и хорошего дня проведите этот день с пользой и приходите вечером смотреть продолжение в 20 00 второй день все те же лица завтра стартанем мы вместе с олеся и помада завтра стартуешь с игорем а вы с олеся я с олеся перехватываю да ну может быть я точно во вторую смену по моему именно так что же ждем у вас завтра 20 00 завтра в программе у нас еще три раунда швейцарки и старт плей-офф также будет очень интересно здесь сегодняшний эфир вас порадовал и не было скучно спасибо игорю за то что остался с нами не дал нам скучать да спасибо друзья вам за то что смотрели для вас работали лебедь и твары на всем доброго до завтра увидимся уже через 12 часов для вас Продолжение следует...